Сигнал таймера почти как гонг, означает очередной подход к упражнениям. Сегодня с Александром Бронякиным тренер занимается лично. Минута перерыва и снова в бой. Поддерживать ритм юному каратисту помогает не только фоновая музыка. Этапов тренировки несколько, упражнения не только укрепляющие, как, например, гантели, приседания и отжимания, но также присутствуют элементы спарринга. Александру сейчас 13 лет, он уже перешел к силовым тренировкам, таким как жим штанги, пока его максимальный вес 35 килограмм. В мир боевых искусств юноша ворвался в 6 лет. Произошло это спонтанно. Я просто захотел стать более сильным, ну, крутым таким. И мы ехали, я помню, с подругой я ехал. И она рассказала, что когда-то она занималась в этом здании карате. Ну, вот, и мы решили туда начать ходить. Сначала было прям очень нелегко, потом все лучше и лучше, и сейчас прям, ну, прям отлично. Отлично настолько, что Александр уже получил черный пояс. К этому он шел полных 7 лет. До этого он уже заявил о себе на международных соревнованиях в России и за рубежом. За границей я также начал ездить. Ездила я в Молдавию, Испанию, Нидерланды, Германию и Японию также три раза. Ну, к примеру, японцы, у них они не такие жесткие, можно сказать. То есть русские, они в карате самые такие сильные, то есть они пытаются пробить. А японцы, они пытаются попасть в голову быстро, даже не сильно, просто как бы на технику работают. И получают так вот оценки. Среди многочисленных достижений Александра первое место на международном турнире Russian Junior Cup в прошлом году. За приз в категории от 12 до 13 лет пришли побороться около 80 человек. За один день юноша провел до 8 поединков и вышел победителем. Сюжет почти как в кино. Ну, у меня вот прям с детства запомнился фильм «Карате пацан», где мальчик был, которого все били, он пошел, ну, на кунг-фу, но, как бы, считай, то же самое в данном случае. В общем, и вот я все время хотела быть таким же, как он, быть таким же крутым, сильным. Так, кунг-фу панда я смотрела много, все части пересмотрела. В России Александр стал самым молодым каратистом, аттестованным на черный пояс. 15 января он успешно сдал экзамен на Junior Black Belt. Испытания в несколько этапов длились на протяжении 7 часов. Были моменты, где прям было очень тяжело, например, там в стойках стоять, надо было зафиксироваться, то есть колени раздвинуть широко, и ноги очень сильно загружались и очень болели, надо было терпеть. Был еще очень тяжелый момент, прямо я прям заволновалась на отжиманиях, что я подумала, что ничего не успею, но успел за 5 минут, и как-то меня подбодрили еще, крикнули, что все сможешь. Дальше вот у нас после техники начинались бои. Отдельно для меня сделали прям такой круг, и на меня получилось так, что выходил по одному каждый боец. То есть бой я продрался, и выходит еще один новый боец, то есть он свежий, а я уже, считай, уставший. И так 10 боев, считай, без перерыва. О, поздравляю! Добиться таких высоких результатов Александру помог его тренер Андрей Герасимов. В спортивном клубе он уже воспитал несколько чемпионов Москвы и международных турниров, а сам лично Андрей стал чемпионом мира среди ветеранов. В частном порядке с Александром Бронякиным тренер занимается не реже двух дней в неделю. Самое главное – это его увлеченность, что он безумно увлечен этим делом, да, и его все время приходится притормаживать, даже наоборот останавливать, просить его отдохнуть. То есть у него огромная работоспособность и желание двигаться вперед. Благодаря этому и благодаря всесторонней поддержке его семьи без этого невозможно все эти достижения. Благодаря тому, что родители ему везде тоже дают зеленый свет, помогают его, поддерживают, возят, дают возможность везде готовиться и участвовать. И, естественно, благодаря его такой бешеной самоотдаче получается, что он зачастую достигает тех результатов, которых мы мечтаем все вместе. Помимо прочего, Александр также неравнодушен к лыжному спорту и классической музыке. С малых лет он осваивает игру на скрипке. Бросать занятия каратэ он и не думает. Впереди у него новые соревнования и победы.